привет мои дорогие зрители с вами австралия сегодня 11 день моей пластической операции утром проснулась думаю ну чё такое у меня все хожу поправляю думаю в глаза лезет мои все вот эти монатки шапочка сверху она поднялась непонятно как ой батюшки мои батюшки мои ой ой видите как выглядит вчера снимали швы швы снимали вот здесь тут вот металлические скобки здесь еще ожидается как я не знаю когда может быть через два дня будут снимать что я вам хочу сказать жду не дождусь когда моем голову потому что голову там и сейчас нельзя и вот это вот все получается в антибактериальном креме вот этого вот как называется я упала сеновала тормозила головой ну вот так и получается глаза глаза полностью уже открылись и конечно вот это вот все еще отекшая вот это и отек медленно-медленно спускается вниз а игорь смеется говорит мама говорит у тебя трусы на голове ой комедия сейчас и правда надо хотя бы на минутку трусы снять ну когда она вот так вот она и выглядит как трусы пока не одела замотку хочу показать как это выглядит на одиннадцатый день здесь еще синяк попробовала расчесаться но очень страшно потому что там непонятно где у меня швы проходят поэтому как могла но никак невозможно да и не нужно у меня так уже охота голову помыть уже просто моя такая меч мечта поскорее голову помыть и себя привести в порядок потому что знаете как скажи чё она молчит думаю думаю что сказать какие мои ощущения состояние вообще просто прекрасно я я видела разговаривала с одной женщиной сегодня утром она приехала из индонезии и я смотрю на ее результат прекрасный прекрасный просто обалдеть у нее практически вообще нет синяков хотя ну вот тоже как я посмотрела у нее практически такая же операция как у меня но ребят я считаю что это просто фантастически просто фантастически если сейчас взять поставить пудру и допустим и допустим навести тень на плетень то уже в глаза практически не будет бросаться а я подумала почему она вот такая вот вот так вот здесь проходит а по-моему ребят до меня только дошло сейчас семён семёныч это мне трусы на нажали потому что это же надо и и и затягивать и она постоянно тут придавливает в одном и том же месте может быть я так и и затянула что у меня ну вот прям вот тут вот и проходит переезжаем спасибо этому дому идем идем к другому сейчас мы покажем в какой мы домик переселяемся двумя этажами ниже идем здесь когда в лифт входишь нужно обязательно карточку иначе лифт никуда не поедет переселение проходит прям у вас на глазах переехали сейчас я вам покажу вот это новый номер то что мы жили там у нас была только вот эта вот кровать она даже была не 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 то что трехспальная четырехспальная а знаете как раньше называли трехспальную кровать и ленин с нами когда мы только и поехали в отель здесь не было свободных мест и поэтому нам пришлось спать на четырехместной кровати вдвоем и вот наконец-то появилась но я не хочу сказать я еще не знаю потому что там хотя бы был стол я думаю куда мне поставить компьютер там это по моему какой-то столик и сейчас я вам покажу как это выглядит умывальник такой же как и там здесь находятся фен чайник сейф и вот этот миниатюрный холодильник где поместится только шесть бутылок это это видите маленькие бутылочки с водой душ и все таки я вам сделаю обзор этого чудо-юдо и теперь я знаю как двери открываются и закрываются потому что когда заехала и никак не могла понять вроде двери есть а вроде их нет здесь видите как сделано тут такая кнопка вот это конечно по дурацки сделали видите что на кнопку нажимаешь и можно ногти сломать пока дверь откроешь вот и тут также не открывается а потом разберемся в общем такой миниатюрный номер какой здесь вид из окна наверно вот сюда когда заходишь нужно будет разуваться система все здесь здесь свет ну в общем целая панель управления жалюзи открываются закрываются автоматически ну мы с вами пойдемте переселяться дальше переселились что-то уже тут знаете сколько живем уже какими-то вещами обрастать стали чуть-чуть такое вообще что это такое но тут нет холодильника поэтому как-то вот обходимся без него теперь решаем кто где спать то будет но наверное я вот там как шахерезада степана потому что тут наверно ходить буду маленький столик наверное его придется как-то его сюда что ли поставить куда компьютер куда компьютер но вот здесь еще тоже такой малюсенький миниатюрный стульчик как-нибудь начнем благоустраиваться начинаем благоустраиваться осталось еще тут ноги сломать хотела вам чемодан показать мы когда прилетели вы знаете что она у нашего чемодана ноги сломали смотрите чё и вот хорошо что еще две то крутятся вот это вот все в дребезги и видите как внутрь не будет вам видно ножка вон она просто вогнулась вот это вот вся часть как они там эти чемоданы кидали ну ничего как может быть как-нибудь доберемся я не знаю не развалится до дома бы доехать ничего больше не придумаешь перестановка один чемодан туда положили и вот еще три а поставить их и некуда в принципе потому что тут очень маленькое расстояние я даже думаю обувь может ванну переместить потому что если сейчас вот это откроешь в общем чугову или вот этот чемодан вот сюда поставить наверное так и сделать чтобы об него не спотыкаться но по-любому не знаю удобнее неудобнее будет а уже какая разница знаете я вам что хочу сказать я могу жить и в пятизвездочном отеле и хоть где могу жить и в однозвездочном знаете сейчас только парнишка вышел я захожу он выходит нос себе сделал боже я вообще в такое поверить не могу сколько здесь людей сколько здесь людей с пластическими операциями это просто невероятно